Это легендарное видео, не только потому, что это новинки мая и июня, которые уже давно закончились, как будто бы, а ещё потому, что это последнее видео в моей уже довольно пустой комнате, как можно заметить. Hello, folks! Меня зовут Катя, и это канал о книгах, и сегодня я расскажу вам про самые классные новинки последних двух месяцев. Немного отойду от своего привычного сценария, где я сначала рассказывала про книги, которые наиболее всего мне интересны, потом рассказывала про чуть менее интересные, поэтому что в этот раз решила рассказать вам про них по рейтингу, от самого высокого рейтинга до самого низкого. Но так уж совпало, что как минимум две книги с самым высоким рейтингом — это как раз те самые книги, которые я очень-очень хочу почитать. Во-первых, это продолжение Little Thieves Margaret Owen, Painting Devils. Тут наша главная героиня, Ваня, будет бороться с культом. Первая книга в серии была ритейлингом «Сказки братьев Гримм». Вторая книга, возможно, будет только основываться на каких-то сказочных, фольклорных мотивах, но мне кажется, что история там чуть более уникальная, учитывая, что у нас есть культ. Я жду возвращения классных очень героев. Вообще считаю, что это очень недооценённая первая книга очень недооценена. И вторая книга, хоть и имеет рейтинг 4,49, что самый высокий рейтинг из сегодняшних книг, это рейтинг всего лишь основанный на 785 отзывов, поэтому, конечно же, это не то, что прям очень показательный рейтинг. Но все любители этой истории, им понравилось и продолжение, поэтому я тоже думаю, что продолжение должно быть классное. Если ещё не читали Little Thieves, почитайте, она супер. Вторая книга с рейтингом 4,43 на основе чуть более 200 тысяч отзывов. И это книга «The Crown of Oves and Curses» от Джей Бри. Это у нас Ромфанд «Animous to Lovers», который должен ещё при этом превратиться в «Fated Mates». Вот только примерно в каждом втором отзыве на эту книгу говорится о том, что наш главный love interest героини настолько unlikable вообще, максимально неприятный персонаж, его никто не любит, и все хотят, чтобы его в целом убили во второй книге. Поэтому, как из этого будет выбираться Джи Бри, очень интересно. Также говорят о том, что всё-таки первая часть — это больше фэнтези, там очень-очень мало романтической линии, и вот опять-таки наш главный герой — совершенно неприятный персонаж, который, судя по всему, ничего хорошего на нашей главной героине не сделал за первую книгу. Но в целом, мне кажется, это в стиле Джи Бри, у неё есть такой момент, что в первых книгах не очень много какой-то романтической линии, и есть больше как бы история и погружение в такой мир, то есть она вот такой slow burn, это, мне кажется, её очень момент, и такое именно медленное развитие вообще всего, но потом всё, скорее всего, будет развиваться довольно быстро. Я, по крайней мере, так предсказываю по тем книгам, которые я читала Джи Бри. Я при этом ещё знаю, что она любит заканчивать на Клиффенгерах, и я знаю, что первая часть тоже закончилась на Клиффенгере, поэтому дождусь сначала, пока выйдут все книги, потом прочитаю, расскажу вам, стоит ли она того, и действительно стоит ли убивать главного love interest этой книги. Следующая книга по рейтингу — это Imogen Obviously, книга Бекки Альбертали, и рейтинг у неё 4.39. Это Suffolk Young Adult про студентку колледжа Imogen, которая поддерживает Pride и всех своих друзей, и при этом сама начинает задумываться и задавать вопросы к себе о своей идентификации. Говорят о том, что это очень реалистичная и искренняя история про поиски себя, не даром у неё такой довольно высокий рейтинг. Книги Бекки Альбертали для меня лично не любимые, потому что, мне кажется, я довольно поздно начала читать такой жанр Young Adult, но вот если вы помладше, то, возможно, стоит попробовать. Отзывы у неё реально очень-очень хорошие. Или если вы даже не помладше, а просто вы любите Young Adult литературу, что тоже хорошо, то стоит обратить на неё внимание, что, опять-таки, она довольно полюбилась людям. Следующая книга с рейтингом 4.34 на основе чуть более 300 тысяч отзывов. Называется она «Клайтем Нестер». Автор Костанзо Кассати, я думаю, именно так читается её фамилия, учитывая, что там есть какие-то, судя по всему, итальянские корни. Это один из любимых греческих ритейлингов книжных блогеров последних месяцев, который ещё очень хорошо вписывается в тренд «Female Rage». Это история о королеве, которая убивает своего короля после его возвращения с Триянской войны. Она рассказывает про жизнь нашей главной героини с самого начала, про её тяжёлое детство с отцом-тираном, с жестоким мужем, со смертью детей. То есть ей приходится пережить очень много, и это вот постепенно превращает её тоже в такую там злодейку, да. Мне всё время, пока я читала отзывы на эту книгу, приходила песня в голову. «This is how villains are made», потому что как будто бы это вот про это вот именно, да, действительно про «Female Rage», как жизнь тебя заставляет делать довольно жестокие выборы. Кажется, это один из самых действительно интересных ритейлингов за последние месяцы. Также говорят о том, что это наиболее близкая по качеству литературы книга к Мадлен Миллер. «The True Love Experiment» от Кристин Лорен, про который я уже рассказывала в распаковке буквально недавно, завоевала сердце читателей, и у неё рейтинг 4.32 на основе аж 16 тысяч отзывов. Это голливудская история любви для любителей реалити-шоу. Главная героиня — автор романов о любви, при этом никогда сама не испытывала каких-то сильных чувств, и с отношениями всё довольно печально. Главный герой — документалист, очень серьёзный, но при этом с проблемами в карьере. И их пути пересекаются на создании реалити-шоу, где наша главная героиня будет искать себе партнёра. Отзывы супер, очень хвалят, очень летнее такое чтение пляжное. Поэтому, если вы уже прочитали «Happy Place», то вот можно взяться за «The True Love Experiment». И ещё одно пляжное чтение, ещё один очень-очень нахваленный ромком, ещё ромком, который просто все ждали. Эта книга «Practice Makes Perfect» Сары Адамс. Рейтинг у неё 4.16 на основе более чем 17 тысяч отзывов. И тут у нас история про цветочницу Ани, которой хочется потренироваться в отношениях, у неё тоже с этим у меня какие-то проблемы. Поэтому она решает сделать это на нашем главном герое. Это такой фейк-дейтинг-дроп. Какая-то она очень, судя по всему, такая чизи и флаффи, вот. Но при этом тоже с довольно хорошими отзывами, то есть лёгкое, пляжное, качественное при этом чтение. Следующая книга — это мой маленький бриллиант, который я нашла в ТикТоке, потому что об этой книге вообще мало известно, мало её кто пока что прочитал. Но я надеюсь, что это такая настоящая true dark академия. Книга называется Foster Dates Explores the Cosmos. Автор Нэш Дженкинс. Рейтинг у неё 4.13, но это на основе всего лишь 300 отзывов, потому что, опять-таки, это максимально неизвестная книга, и это дебют нашего автора. То есть это не очень популярная, не очень рекламированная история. Но её советуют любителям Донны Тарт. Конечно, каждую третью книгу советуют любителям Донны Тарт, но почему-то мне верится, что это реалистичный совет. Тут у нас элитная школа в Нью-Джерси. Времена, когда интернет только-только начинает захватывать мир, когда ещё BlackBerry были в ходу. И наш главный герой Foster попадает в этот колледж, и заодно попадает в компанию такого элитного студенчества, находя себе там несколько друзей. 18 месяцев спустя Фостера исключат из колледжа с очень большим скандалом, и мы постепенно будем узнавать, что же происходило в стенах этой школы через всевозможные записки, переписки, интервью. То есть у нас не будет какого-то такого прямого, судя по всему, нарративного рассказа, а это будет такое досье некое. История при этом рассказывает о привилегиях, о силе и о том, как мы создаём мифы вокруг себя. Следующая книга — это одна из тех книг, которая была бы сейчас в списке наверху, если бы это был мой традиционный рассказ о книгах, которые я собираюсь читать прямо сейчас. Это книга «Черриш» Трейси Вулф, но тут она у нас с рейтингом 4.07, что довольно низко для книги, которая самая последняя книга в очень длинной серии. То есть в основном её читают, да не в основном, а её читают только те, которые прочитали 4 книги до этого. Но рейтинг у неё низкий, учитывая, что это заключительная книга серии. И низкий он, потому что говорят о том, что она совсем-совсем такая детская, и вся эта серия, она очень янг-далт, на такой прям, ну, прям янг-янг-далт рассчитана. Но говорят, что это уже просто рвёт все рекорды в том, насколько она непосредственная, скажем так. Это приключенческая фэнтези-серия про вампир, гаргуль, ведьм, кто там ещё у них был, драконы. В общем, много всяких существ. Всё начиналось в такой школе магии и двигалось на протяжении очень-очень долгого времени, потому что это пятая книга в серии. Я несколько раз уже про неё рассказывала. Она отличная, если вы хотите какую-то лёгкую литературу для того, чтобы начать читать на английском. Я считаю, что это одна из лучших серий для этого. У тебя же язык у неё просто, ну, простейший. Но при этом там будут всякие выражения из такого современного разговорного американского английского. Единственный нон-фикшн, попавший в эту мою подборку, это книга Page Boy. Рейтинг у неё 4,06 на основе почти что 6 тысяч отзывов. И это мемуары Эллиот Пейдж. Отзывы спорные. В основном все говорят о том, что есть ощущение от книги такое несколько некомфортное, что как будто бы автору, собственно, Эллиот Пейдж, самому ещё пока не очень приятно говорить о всём пережитом, о том, как он менял пол. В общем, это такая тяжёлая, видать, травма, которая ещё не совсем до конца закрыта, и как будто бы вот в книге это чувствуется довольно сильно. Вот. Я не знаю, буду ли я на самом деле когда-то её читать, но мне точно интересно хотя бы небольшие кусочки прочитать, чтобы посмотреть вот то, каким языком это написано. Вот. Потому что в нём ге говорят, что написано это, ну, довольно сыро. Ещё одна книга, которую я точно себе отложила на осень, и это книга Madeleine and the Dark. Рейтинг у неё 3,91 на основе всего лишь 127 отзывов. Ну, мне кажется, она просто вышла не в самый подходящий для этой книги сезон, потому что это роман, действие которого происходит в Венеции 16 века, и он рассказывает о двух студентках в престижной музыкальной академии, которые заключают опасные пари. Это исторический роман о дружбе и опасных желаниях, полной при этом музыки и вот этой вот всей венецианской радости. Немножечко такая тоже академия в этом есть. При этом стоит ожидать, что история больше фокусируется на главных героинях, нежели чем на сюжете. Сюжета будет не очень много. И ещё также стоит ожидать, что называется Purple Prose, очень такую красивую, но, возможно, излишественно рочитую прозу. С рейтингом 3,75 на основе 277 отзывов находится у нас книга Deep as the Sky, Red as the Sea. Это фэнтези о королеве пиратов. При этом это ещё такая феминистская сказка о материнстве, о силе духа, о лидерстве. И не стоит ждать от неё приключений, несмотря на то, что у нас тут есть как будто бы пираты, море, такие какие-то китайские, азиатские вайбы. Нет, все говорят о том, что эта книга немножко неправильно была промоутирована, потому что, несмотря на то, что это фэнтези-история, она всё-таки больше подходит contemporary fiction, literally fiction, потому что там больше рефлексий, нежели морских приключений. Поэтому стоит это знать, если вдруг захотите её читать. Ещё одна очень интересная новинка, на которую я тоже, скорее всего, когда-то свой глаз положу и начну её читать. The Salt Grows Heavy. Рейтинг у неё не очень высокий, 3,72, на основе чуть более 200 тысяч отзывов. Но это сказка о тьме, и лучше всего об этой истории рассказывает, собственно, само описание этой книги. Там есть такая прекрасная фраза, которую я перевела довольно вольно, но перевела. Вы можете подумать, что знаете, как рассказываются сказки. Русалка всплывает на берег и выходит замуж за принца. Но что забывают сказки, так это то, что у русалок есть зубы. И теперь её дочери пожрали королевство и сожгли его до пепла. По-моему, это супер описание. Возможно, книга не такая интересная, но по описанию это очень интересно. При этом это тёмная хоррор-сказка про русалку и чумного доктора, которые следуют за тёмной стороной своей души. С рейтингом 3,53 на основе всего лишь 95 отзывов не самая известная и популярная книга под названием Killin'ly. У нас тут конец 19 века, crime-фикшн-история про пропажу молодой студентки из колледжа, основанная при этом ещё и на реальных событиях. Когда отец и сестра без вести пропавшие студентки приезжают в колледж для того, чтобы выяснить, что же всё-таки случилось, потому что обстоятельства были очень туманные, они встречаются там с лучшей подругой нашей пропавшей девушки. И очень очевидно, что она знает больше, чем она говорит. В ходе поисков и этого расследования выясняется очень многое про взаимоотношения между нашими двумя героинями. Это такой квир-исторический фикшн, при этом с элементами триллера и основан на реальных событиях. Ну и последняя книга с самым низким рейтингом 3.41 на основе 319 отзывов, поэтому не очень, возможно, показательно. Но это книга Social Engagement. Это современная проза про миллениалов и, в общем-то, про всё, что их окружает. Но она особенно фокусируется на институте брака, на том, насколько этот институт переживает изменения и вообще, как свадебная культура поменялась и как она повлияла на, в общем-то, наши жизни. При этом говорится о том, что это такое резкое, быстрое чтение, что невозможно от неё оторваться среди хороших отзывов, естественно. И что это просто очень такая свежая и приятная современная проза. И это все новинки на сегодня. Напишите мне, приглянулось ли вам что-то из этих книг. И если не приглянулось ничего, тоже напишите, потому что мне интересно, насколько я составляю какие-то релевантные подборки. Так что будет здорово услышать какой-то фидбэк. Следующее видео с новинками будет довольно необычное, потому что оно будет рассказывать про май и июль включительно, и при этом рассказывать про самые-самые такие горячие новинки из ТикТока. А про все остальные, которые, например, мне более интересны, какие-то такие маленькие, знаете, или драгоценности, которые я иногда нахожу и которыми делюсь с вами в этих подборках, я думаю, что я закину в Телеграм отдельной какой-то публикации. До новых встреч, хороших вам дней и отличных вам выходных. Буквально через несколько дней будут выходные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...